Всем привет, с вами Кристалл, и продолжаем мигать спор. И после серии мы остались о том, что мы наконец-то достигли этапа Космос. И также уже сделали пару пробных проэтов, прошли обучение, ну и всё, в принципе. И сейчас будем заниматься одной из самых интересных вещей, наверное. Хотя, конечно, личное моё мнение, что старые этапы были лучше, но это ладно. Сейчас у нас задания появились, значит, что нам надо сделать? Прибыть на планету Фреков. А, где это? А, вот Фреков. Планета Фреков. Фриков каких-то планет. Так, и что нам... Я прибыл. А, я ещё не прибыл. Вот когда презумируешь, тогда я прибыл. Так, и что нам скажут они делать? Просканировать местность. Так, а, точно, мы сейчас будем искать, по-моему, артефакты или что-то типа того. Или потом... Да, сейчас будет разбитый корабль, чей-то на нём будет какое-то послание, после чего какой-то некий сюжет здесь завяжется. Хотя ничего, по-моему, там особо и нету. Так, ну, давайте пойдём, по-моему. Хотя, может быть, никакого сюжета и нету, я уже особо-то и не помню. Такие вещи. Ну, что-то мне почему-то казалось, что будто это с чем-то связано. А, сканер, подсканер. Так, пылесосим, пылесосим, узнаём. Всё, запылесосили знания. И что? Инополитяне, но никакие признаки жизни. Да ладно. Похоже, перед смертью они оставили какую-то карту. Стойте. В результате крушения произошёл запуск притягивающего луча. Что-то попало к нам на борт? Чего? Как так возможно? И что тебе на борт попало? О, сказали, что случайно что-то попало нам на борт. И такие, оп, спустя пару секунд, оп, сами загинули себе. Управляемый ракетный межзвёздный двигатель. В двигатель строит система определения координат. Да, круто же. Повреждения получены в результате военного столкновения. Возможно, этот корабль бы послан с другой планеты для показания помощи своему союзнику. Ну, ладно. Будем знать, что... Так, кстати. Это вообще имбуты... Ещё морговал что-то, нет? Или этот звук просто сохранился? Давайте щит облетим, посмотрим. Нет, ничего нет. Ну, ладно. Улетаем тогда из этой планеты. К чёрту. Проблемы подальше вдруг нас ещё найдут. Кстати, интересно, это тот корабль, который как-то на меня пытался мою сосиску в этапе совсем другом уничтожить. Так, вообще покинем звёздную систему, значит. Лоп. И сейчас надо будет слетать, наверное, на другую планету. Так, всё, полетели. Двигатели у нас, благо, слабые, пока не можем этого. Летать далеко. Так, планета Фили. Как Чили, только Фили. Какие-то названия вообще. Будто вы просто перековеркали обычные названия, которые есть вообще в языке. И вот взяли и переделали. Опять что-то странное надо дать. Ещё один разбитый... А, нет, поселение какое-то взорванное. Ладно. Больно я на это смотрю, хоть... Не хочу я на это смотреть. Слишком поздно. Эти руины, всё, что осталось, отколонит наполитян. Сканирование местности, возможно, поможет нам понять, что здесь произошло. Что у них такое за сканер-то, интересно мне. Что ж показывает. Вот не видно, что на них напали и взорвали их, чёрт. Ну, и что. Сканирование не дало результатов. Хотя, кажется, мы обнаружили какие-то признаки жизни. Радар фиксирует какую-то активность. И... Почему-то я... А, это же радар. Точно. Я почему-то думал, что... Зачем мы обследовали, а потом только заметили, что там какие-то признаки жизни. Кстати, у них эпичный корабль. Я бы тоже такой хотел. А мой такой радостный корабль. Он с ручками. Так. Тревога. Вторжение Гроксов. Уничтожить захватчиков Гроксы. Здесь на код самозащиты Грокс 999. Захватчики будут уничтожены. Мы не Гроксы. Внимание, все корабли Гроксы, вторгшиеся на нашу территорию, будут уничтожены. Последний раз повторяю, мы не Гроксы. Да ему как-то походу фиолетово вообще. Так. Где он? Где вы? Наши первые ПВП. На! Умри! Сгоре! О, так, давайте еще ракетами. Так. Ту-у-у. Лазером. Кстати, вот вспомнил сейчас про всякие вот эти космические баталии. Мне почему-то вспомнилось. Она очень классная игра, но очень старая. Я даже не знаю, может быть, я по ней поснимаю что-нибудь. Никого не заботит старые игры сейчас. Ээет. Эээ. Игра называлась, по-моему, Фрилэнсер. Такая здоровская игра. Там нужно было именно такая же всякая экономическая система. При этом было это еще и ЭРПГ. То есть ты развиваешь корабль, покупаешь их, достигаешь всяких ресурсов нужных и тому подобное. После чего было довольно-таки круто. Развил корабль, ходишь, под планетом летаешь. Конечно, игра старая, опять же. Так, задание выполнено. Мы знали, что ни одни в галактике. Следы погибшей цивилизации враждебно отстроены стражевые корабли и Гроксы. Что бы это все значило? Наверное, жопа. Так, очевидно, мы должны продолжить исследование по возможности защитить себя от потенциальной угрозы. Да нет, зачем? Для этого нужно создать колонии, которые можно использовать как базы для дальнейших операций. Ну это конечно. Наши ученые пытаются воссоздать двигатель наеденного оттопа корабля. А мы еще создали систему поиска разумной жизни. Она помогает защищать радиосигналы, исходящие из звездных систем, где есть разумные существа. Прими управление нашей космической программой, капитан. Шепард прям. Очень важно постоянно расширять империю, увеличивать ее благосостояние. Лучший способ сделать это строить колонии на разных планетах и добавлять ресурсы. Ну это я знаю. Для начала мы дадим тебе пару добровольцев, необходимых для организации первой колонии. Наши струномы считают, что самая лучшая планета к реализации это Герин. Петькует название. Так. Как мне основать колонию? Отлично. Построить колонию легко. Это я все знаю. Это даже не без посочетать. Так. Ремонт. Починился. Так. Торговля. Наверное лучше... Нет. Я не буду ничего продавать пока. Лучше ресурсы продать на ту планету, где это больше ценится. Так. Планеты Герин у нас вон где? В звездной системе Джейсис. Ну это явно не моя звездная система. Так. Все. Полетели. Полетели. Так. И... Джейсис. Ну единственное, хоть название, которое более-менее как-то приятное. Какие-то Филич или тому подобное. Так. И что? Что тут? Планеты, движущиеся по зеленым орбитам, легче всего поддаются терраформированию и колонизации. С планетами, чьи орбиты, подсвеченные красным и синим, придается труднее. Понятно. А я как-то и не знал такую вещь. Я думал, что это просто красивые шлейфы. Ну ладно. Так. Все. Пойдем. Я раньше вообще все подряд захватывал. Вау. Это похоже на какой-то попкорн. Не знаю. Планета какая-то такая все бугристая. В колонии можно создать на любой планете от бесплодных спутников до плодородных оазисов. В колониях происходит сбор пряностей, которые затем можно продавать. Ну это тоже мы знаем. Ну по крайней мере я знаю точно. Так. А, и где бы ее основать? Давайте где-нибудь вот там. Вот там вот много всяких источников тунемпных. Я не знаю, правда влияет это или нет. Но попробуем поставить где-то вот здесь. Между кучей вот этих вот всех источников. Вот так вот. Сейчас все рванет. Да. Наше время бы так города строить. Стрельнул так. И все готово. Все. Теперь она защищена от всяких... Всяких таких неприятностей. На них купол создался защитный. А-ля периметр какой-то. Если знаете какую игру. Так. Меню колонии. Вообще влияет на то, что я что-то ранее. А, я ничего здесь пока не могу устроить, так как здесь очень все плохо. Так. Возвращайтесь домой с победой. Ехей. Планета успешно королизована. Возвращайтесь домой с победой. Зачем два раза мне писать об этом? Типа, из названия я не понял, что мне нужно вернуться домой. Еще раз напишем, вот тогда он поймет. Так. Ну, все, едем. Хорошо, что некую... Точнее, что не сделали спор и пошаговость именно, чтобы летать. Тогда бы это было вообще... Отличная работа, капитан. Однажды наши импери ставят могущество, но и самая могущество его вселенной. Рассчитывая на то, что ты будешь помогать регулярно посещать новые колонии, забирать на добытую пряность. Да, все это я сделаю. Так. Пока у нас есть насущные проблемы. Ну, давайте с ними разберемся. Так. Переходите на этот абсолютно известный к нам разумных существ. Мы хотели попробовать тебе найти их. Попробовать и ставить с ними контакт. Отлично. Так. Ну, все, все, я понял. Так. Найти инопланетную империю. Так. А, мне... То есть вообще надо любую империю найти? Да, не вопрос. Быстро делается. Так. Туда, туда, туда. Так. Эй. Так. Наверное, что-то как-то мало империи. Я вот поню, в первый раз, когда я играл, я сразу же наткнулся на империю. Ох, черт. У нас аккумулятор садится в корабле. Так. Обратно. Обратно. Черт. Сейчас же аккумулятор сядет. Так. Вот туда. Сейчас так будет медленно у нас делать, делаться. По-моему. О, я нашел. Нашел цивилизацию другую. Сейчас познакомимся с кем-нибудь. Сейчас будет забавно, если таки не игрок. Вот. Вот тогда будет забавно. Это значит, что я попал в самую жопу на этой карте. Так. Все. Давайте поболтаем. О, у них желтая пряность. По-моему, желтая больше ценится, чем красная. Так. И что? Все сходится. Инопланетная раса существует. Мы не одни. Похоже, они прислали посланника с приветствием. Возможно, нам стоит с ними поговорить. Откройте панель общения. Так. Ну, давайте поболтаем. Я сосиска. У меня мирные намерения. Представь себе такое, кто-нибудь вам скажет. Господи, ну я хоть сосиска. Это какая-то акула. Акула-капитан. Что? Чего ты хочешь? Похоже, какой-то новенький классический молокосос жужжит у нас в ухе. В льговлю. Как мухой хочет вступить с нами в контакт. Ну что ж, слушай внимательно. Держись подальше отсюда. И все фрисби. То есть это как? Это фрисби? Это отдельно или это фрисби? Как бы правильно фрисби был. Странно. Который мы, империя, роботи найдем наши. Так. А сосиска у меня мирные намерения. Хорошо, что ты скромно обращаешься к нам, странненько. Это большая честь. Ничего себе, сколько у вас ремонт стоит и сколько у вас подзарядка стоит. Ну ладно, я уж, пожалуй, все это сделаю. Так, я могу им... О, да. Вот если бы я продал на своих же дополнениях это дело, то это стоило бы обалдеть сколько. Так, а вот это я у них, наверное, куплю. Потом где-нибудь продам подороже. Скорее всего. Так, я могу... Я могу с ними, по-моему... Да. Так, стоп. Дипломатия. По-моему, так. Мне бы хотелось узнать побольше применим наш подарок и будем друзьями. Держи 10 тысяч и будем друзьями. Так. Дипломатия. Союз между нами крепит обе наши империи. Так. Можете на меня рассчитывать. И еще. А, ну и все. Так. Что он нам дал? Собейте образцы всех растений и животных с планеты на банду. Вокруг звезды Хотта. А где это Хотта? Так. Вы такие интересные, конечно. Найди планет Хотта в Хринленде. Так. Собейте все образцы всех. Я могу. Так. Красная звезда. До-до. До-до. Настояние ориентирует до искомой звезды от двух до трех ПК. Значит, ты где-то рядом. Так. До-до. Так. Давайте посмотрим, где это Додо. Красная звезда Додо. Нет? Так. Так. Точно планета. Отличается друг звезды Хотта. А, Хотта. А планета Додо, значит. Так. Ну, где-то должна быть близко, если написали, что где-то рядом она крутится. И тем более, что она красная. Так. Хотта. О, еще цивилизация какая-то. Да ладно, где эта планета-то? Какого черта? Или вот эта? А, вот она. Господи, написано, что от трех до трех ПК там. А, это область поиска, наверное. Или как? В общем, сейчас залетим. А, вот Хотта. Давайте полетели туда. Кстати, нам дали ограниченное время. И мы должны за это время справиться и все это сделать. Так, планета. Какая-то планета была? Так, планета на банда. Вот она. Ну, это без проблем. Нам надо будет сейчас каждого... каждого животного и каждого растения по одному типу взять. Так, и что мы тут нашли еще? Так, что-то странное на радаре. Опять что-то странное. Это все время что-то странное. Хорошая. И что? Пряность новая какая-то? Вы обнаружили необитаемые планеты. Животные растения могут выполнить экосистему других планет. Необитаемые планеты являются также источником пряности, необходимой вашим колониам. А я-то и не знал. Вроде про это уже говорили, нет? Так, ты иди сюда. Так, два типа есть. Надо, кстати, много не забирать, иначе можно планету сломать. Так. Придется двоих забрать. Так, вот этих я забрал, этих забрал. Так, вот это надо забрать. Это не растение. Так, а вот этих вот я забирал. Вот этих я взял, этих взял. Этих взял. А, не поймешь, похоже. Так, вот. Такие и такие. А там? Нет, это разные. Так. Этого я ведь брал? Да, да, брал. Так, значит, этого надо забрать. Да и синего-то зачем? Так. И что еще тут есть по растениям? Так, это я забрал. Вот эти штучки надо? Да, надо. Все, все собрали. Теперь возвращаемся обратно. И сейчас, думаю, мы на этом закончим летсплей. Вернем им все, выполним задание и заканчиваем. В следующих сериях будем побольше развиваться. Так. Так, все. Возвращаемся. Так. Да, вы только сгнете на эти кустики. Ничего это не лучше последней партии. А с позволения сказать, зверушки, я уж помолчу. Ну, что ж поделаешь, уговор есть уговор. Вот, вон, 20 кассиков ваши. Ладно, займемся разгрузкой. Теперь может... А ты можешь здесь больше не задерживаться. До встречи. Так. Все, с ними отношение лучше, или потом мы сделаем им. Молодостью с ними будем дружить. И все. Ну, ладно, на этом все. Если вам понравился летсплей, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, и, конечно, комментируйте так, что пойдет в группу ВКонтакте. Ну, и все. Удачи! Спасибо за просмотр.